Всем привет! Я Алексей. Экспериментирую с фотоаппаратом, экспериментирую со светом и с ракурсом. Но сейчас хочу рассказать об энергетическом геле Арена. Углеводном энергетическом геле. Поехали! Вот так выглядит этот гель. Собственно говоря, это не реклама геля, хотя по сути является его рекламой. Это самый дешевый гель на рынке без скидки. Со скидкой он будет вообще копеечных денег стоить. Все аналогичные, которые я находил, углеводные, они стоят примерно в 2-4 раза больше. В зависимости от состава и фирмы-производителя. Данный компакт-размер по сути дает энергию на полтора часа максимум. Два не очень активного движения. То есть я впервые эти гели попробовал на Тверском Авантюре. Собственно говоря, этого года ссылочка на ролик есть в описании, если интересно. И вот с серьезного вкручивания на велосипеде нон-стопом, по грунтам и так далее, с подъемами, хватает примерно энергии от этого геля на час. Собственно, в принципе, как и заявлено производителем. Если неспешно уже, или как в условиях марафона, когда это не нацелено на первое место, там на 2 часа, в принципе, запросто может хватить этого геля. На большее нет. У вас начинается резкий упадок сил после истечения этого времени. Давайте сейчас поговорим о составе. Желе фруктово-ягодное, арена нон-стоп. Состав. Пюре фруктово-ягодное, сироп глюкозно-фруктовый, мальтодекстрин, пищевые волокна, патока, пектин, камедь, лимонная кислота, сорбат калия, нитрит, натрия, цитрат, примикс витаминной, вода. Пищевая ценность в 100 граммах, калорий 253 килокалории, углеводы 63,1 грамма, белки 0,2 грамма, пищевые волокна 10, непонятно чего. Также есть витамин С, токоферол, пиродоксин, то есть В6, витамин В12 и фолиевая кислота. Продукт пастеризован, с консервантами, срок годности 12 месяцев. Может храниться при комнатной температуре, если вы живете не в Африке, то есть до 20 градусов. Вес 50 грамм. Первые впечатления, когда ты его ешь, это то, что ты кушаешь пюре со вкусом, яблочное пюре со вкусом поликлиники. То есть вот настолько здесь набодяжили химией, что вот, я не знаю, вы лежали ли вы когда-нибудь в больницу, у меня был такой опыт. Поэтому вот когда его ешь, вот ты четко ощущаешь яблочное пюре и четко ощущаешь привкус такого-то медикамента. Он сложно описуемый, но вот попадя когда-нибудь в больницу, не дай бог, конечно, вы вот почувствуете этот специфичный привкус, когда вы употребляете несколько медикаментов сразу. Я после операции на аппендицит, вот похоже, привкус во рту испытывал, как-то, не знаю, после медикаментов, вот этих наркозов и так далее. Не скажу, что это кажется вкусным. С первого момента, вот ты когда начинаешь это употреблять, такое ощущение, что за дрянь такая. Но на самом деле к середине ты уже примерно раз пробуешь и в принципе привыкаешь ко вкусу, а после второго-третьего геля вполне уже нормально к нему относишься, потому что он реально работает. Нужно понимать, что углеводный гель, он действует довольно быстро, но все равно употреблять его нужно чуть раньше, чем вы почувствовали упадок сил, чтобы он поддерживал вам силы во время активных нагрузок. Если вы не занимаетесь активными нагрузками, такие гели вам нахрен не нужны. К слову сказать, упаковка гели стоит примерно 600 рублей. То есть 10 штук по 600 рублей за штуку. Найдете дешевле действительно рабочих. Скиньте ссылочку, мне будет очень интересно. Я хочу попробовать. Теперь о компакт размере. Он сделан в мягкой упаковке, и вот отрываем верхний клапан и через специальный канал выдавливаем гель в рот. И это неудобно. Вот с компакт размером они накосячили. Есть другие гели, которые очень удобно и полностью выдавливаются из емкости. Этот же гель за счет такой-то грелки некой, получается, что его во время движения очень проблема до конца выдавить себе в рот. То есть вы вот сдавливаете, и часть у вас остается в одной части, часть здесь в другой. И чтобы выдавить, вам по-хорошему все, да, вам нужно две руки. А если вы не выдавливаете все, а по чуть-чуть, ну, не знаю, по-моему, лучше... Ну, то есть, если вы не выдавливаете все, а обходитесь полумерами, ну, не знаю, учитывая вес геля, вам проще, наверное, купить какие-то более дорогие, но полностью выдавливающиеся гели будет баш на баш. А так вот полностью выдавить нужно две руки. Мы это... Я попытался это в движении слопать первый раз, мне нифига особо полностью это не получилось, поэтому я когда остановился, да выдавил все до конца, там, ну, примерно еще грамм, наверное, 15 оставалось. Поэтому для каких-то гонок, наверное, это не самый лучший выбор. Но вот поэтому данный гель очень клево подойдет, например, какие-нибудь штурмовые дни, в лайтовые, если вы заранее знаете, выходы в пещеры, в катание на велосипеде. То есть, есть... Есть у него своя фишка. И попробуйте для начала взять один, если есть возможность, либо одну коробочку, 10 штук, если вам это, конечно, нужно. Я не настаиваю. Потому что вкус у него специфический, но гель реально работает, и поэтому мне захотелось с вами поделиться информацией, чтобы вы знали, что есть дешевый вариант хорошего, кстати, наше производство, хорошего геля, который дает вам силу во время каких-либо активностей. ссылочки в описании не будет, потому что это моя собственная реклама. Мне за нее не платят, но мне захотелось с вами поделиться, поэтому Google в помощь, если вам интересно. Если я налажу контакты и вам выбью скидочку, то, естественно, я об этом расскажу в видео. Ну, а пока, надеюсь, выпуск вам был полезен. Расскажите друзьям, подписывайтесь на канал. Расскажите, кстати, о тех гелях, которыми, если вы пользуетесь, вы пользуетесь, чтобы я, может быть, приобрел, имел возможность провести какое-нибудь сравнение, тест, не знаю, просто сказать свое мнение. Потому что, ну, могу просто не заметить каких-то аналогов, которые окажутся лучше, дешевле, больше в итоге, как бы. Поэтому пишите в комментариях, буду очень признателен. Лучше без ссылок, чтобы Google это все не зарезал, а названиями. Дальше я уже сам погуглю. Большое спасибо за внимание. Рассказывайте друзьям, подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Я Алексей. Bye. Данный гилю джекпот.